На первый взгляд в этой истории все предельно ясно, однако это только на первой. На самом деле Алима уже устала кричать о том, что уволена несправедливо. Она до последнего не верила, что ее медсестру со стажем и почетными грамотами за хорошую работу попросят на выход. В изведу моего согласия меня перевели на какую-то временную декретную ставку, хотя я была принята на постоянной основе. В 1998 году приказом командира части на вакантное место. Женщина прошла все суды, однако ни один не увидел в действиях руководства госпиталя чего-то криминального. Все в рамках закона. Однако Алима, уволенная по стечению срочного договора, не устает повторять, что никогда этот договор не подписывала. Адвокат Алимы со своей подзащитной полностью согласен и не понимает, почему суд принимает такие решения. Суд сослался на то, что у нее фактическое согласие. А раз она фактически согласилась, пожалуйста, работает, тем более у нее какой-то срочный трудовой договор. Все, вот он истек 1 февраля, будьте любезны, увольняйтесь. Понимаете? То есть это грубейшее нарушение действующего трудового законодательства, а также конституционных прав граждан на труд. Казалось бы, простое дело настолько уже запутано, что и депутат Госдумы пока не в силах его разрешить. Мы как депутаты не имеем права вмешиваться в решение судебных органов. Поэтому протестовать это я и не могу, и просто не имею права. Но написать соответствующий запрос в прокуратуру для того, чтобы все-таки обратить на эту ситуацию внимание, это я абсолютно в моих силах. Так что впереди Алиму ждут новые суды, которые в конце концов должны ответить на вопрос, кто прав, а кто виноват. Татьяна Кашилко, Никита Плотников, Новости дня.